Девушки отдыхают Два мужика, для чего они усыновляют малыша? Трудно сказать. Для своих эротических, я так предполагаю, ну я точнее даже уверена в этом. Явление это как, например, при Сталине, ну в истории сказано. Отношение к наркоманам, к гомосоциализму. Каралось это, строго было. Потому что в Библии написано, проклят человек, который занимается таким делом. Это большой грех. Если все мужики, извиняюсь, будут заниматься этим, кто будет обслуживать женщин? Я хочу, чтобы моя страна жила по естественным природным законам. Чтобы мой сын жил по естественным природным законам. В России геем, я думаю, достаточно тяжелым. Очень сложно, в первую очередь, самому себя принять такого, какой ты есть. И также это очень опасно. Особенно в регионах. Ну потому что я, например, сам сталкивался, в том числе, с насилием. Лесбиянкой в России. Лесбиянкой в России быть не очень интересно. Трудно. У людей нет возможности жить своей жизнью. Лично я боюсь непонимания со стороны близких людей. Ты становишься одинок. Я родился в маленьком городе в северном Казахстане. Расскажи мне про свою школу. Как ты рос, когда ты, наверное, еще не знал, что ты гей? Когда ты растешь, когда ты был подростком, ты не знаешь, на самом деле, что с тобой происходит? Нет, я прекрасно знал, что со мной происходит. То есть я рос довольно гармоничным ребенком. Я влюблялся в Сашу Морозова в детском саду. Далее я влюблялся. То есть у меня есть полный список. Я всех их помню. Все ходы записаны. И проблемы у меня начались как раз внутри себя, когда я начал как-то воспринимать реакцию окружающих, реакцию общества. Когда я понял, что то, что я чувствую, это ненормально, когда услышал слово «пидор». С тех пор я закрылся и не позволял себе, скажем так, никаких проявлений. Боролся с собой. На год попал добровольно в православную церковь. Обманывал людей. Обманывал человека, которого люблю. Не было силы принять само себя. Я, понимаешь, я, как все советские дети, наверное, первым, что я узнал о гомосексуальности, это была статья в Большой советской энциклопедии. Открываешь ее в 11 лет. И там в статье на букву «Г» написано «Гомосексуальность». Это три пункта. Это болезнь, это тлетворное влияние Запада. И третий пункт – это преступление, за которое можно попасть на 5 лет в тюрьму. И ты вот думаешь, что ты больной, что тебя извратил Запад, и тебя за это посадят. И жить с этим было как-то не очень хорошо. Мы знакомы 9 лет, но вместе живем 8. То есть можно считать, что 8 лет мы полностью, каждый день вместе проводим. How did you guys meet? Мы познакомились в интернете, на сайте знакомств. Когда мы познакомились, я жил с женой, с детем. Она, скажем так, знала обо мне все с самого начала. То есть, ну, если быть честным, то я не гей, я бит, да? Мы познакомились год, переписывались где-то. Но ситуация заключалась в том, что я был тогда с другим парнем. Мне надо было закончить отношения. Поэтому я попросил его вообще мне не писать. Мы стерли контакт. У меня не было возможности не написать там ни вайсекью, ни в СМС, ничего. Не общались вообще, не виделись. Я открою тайну, мне еще, собственно, жена моя помогла. Потому что с ней-то он общаться в это время не переставал. Она очень хорошо меня чувствует. Очень хорошо меня знает. Она видела все, что происходит. И я просто с ее помощью узнал, что вот конкретно сейчас он выходит из института. Да, отловил. И тогда мы долго-долго разговаривали. Наступил хэппи-энд, и он длится до сих пор, на самом деле. Соседи думают, что мы друзья или братья. Кому как. Кто как сам себе надумал. В России, естественно, что если два парня живут вместе, они друзья или просто вместе снимают квартиру. Никакой речи не может быть о том, чтобы браться за руки или целоваться на улице. Это даже неприемлемо совершенно в этой стране, даже в Москве. Просто за факт коммуникации друг с другом можем огрести по морде прямо в метро. У нас довольно молодой коллектив на работе. Лаборатория, потому что многие, практически все, знают, что мы просто пара, что мы геи, мы пара. То есть в науке с этим нет таких проблем. Людям все равно, они ценят другие вещи. Совсем другое дело люди на улице. Они очень уязвили, чтобы управлять тебя. Девчонки, они очень стыклины. Они готовы к бороться. Они заточны к тебе, что с собой ты точно другая. Если они видят твоя голоса, скажем, более классная, я не вижу, что ты единственник для бухгаля. На празднике они пытались меня ударить. Они пытались говорить бедными словами и говорить. Так что это было не очень приятное испытание. Я мог бы только кричать. Я понял, что я был гей до 13 лет. Это было ужасно. Я был уверен, что я был только один гей в мире. Я был уверен, что не было гейсов до меня. Я был уверен, что я был sick. Я был уверен, что это не было нормального. И я не знал, что делать с этим. Я пытался дать девушку, но это не работало. И тогда я начинал искать литературу. Но это были современные советские книги, где хомосексуальность была still легальной. И я читала, что теперь я тоже легальна. Я чувствовал, что когда вы были гейсов, это нормально. Это так нормально, что мы не думали о них. И я не думал о них. И я думал, что их мнение о гейсов так сильной в России, что даже если вы вернете в это, даже если вы вернете, что вы не нормальный, даже если вы вернете, что вы вернете. Я вернете в Россию в 1996. Я была знакома с гейсов и гейсов. И они были друзьями. И, знаете, они рассказали о своей жизни. И в 2007 я начинал работать с гейсовом. Это первое место для ФИМФестиваля, чтобы информировать людей о проблемах и правилах. В 2009 году мы смогли провести фестиваль довольно свободно в Сент-Петербурге. Но в других городах, например Кемерово, один группа националистов не хотела нас там. Поэтому они отправили много фестивальов к ФИМФестивалям, посетителям организационного команда. Какие фестиваль? Таким образом, мы собираемся, мы собираемся, мы собираемся, мы собираемся, мы собираемся. Но администрация была на стороне этих националистов. Они не хотели защищать фестивальщиков и нас из этих опасностей, из этих националистов. Они сказали, что это фестиваль не хотел в Кемерово, мы не будем защищать вас. В следующей неделе мы провели фестиваль в Новосибирске. И, опять же, мы собираемся с большими проблемами. На втором день этого фестиваль, большая пикет была организована от религиозного группа. У нас было около 20, 20 или 30, религиозных активистов, пикотом. И, в частности, у нас было около 20 или 20 народных националистов. Они были кругом. Они были шутки, шутки от нас. И это было очевидно, из их поведения, что они хотели сделать что-то дальше. Мы должны организовать такси, чтобы избежать зрителей. Потому что это было очевидно, что они хотели быть людей. И, опять же, мы говорили, что полиция, которые, опять же, не были интересны, чтобы обеспечить безопасность. И, опять же, они были ждать. Меня и Гулия были там, с другой активистом, с другой активистом. И они были специально ждать за нас. Они были на мопедах, в машинах. И это было так очевидно, что они, вы знаете, будут следить за нас. И это было просто по счастью, что наш такси-драйвер, он был молодой человек. И это было просто по счастью, что он был способен от нас от высокой скорости. Мы не хотим конфронтации. Мы не хотим потасовок. Мы не хотим драк. Мы хотим нормальным человеческим языком, языком искусства, киноискусства, языком фотографии, говорить с людьми о человеческих темах. Я сам живу не в Москве, я живу в Московской области, в городе Подольске. То есть, чтобы доехать до Москвы, мне приходится примерно ехать час на общественном транспорте на электричке. И разумеется, когда я еду из Подольска в Москву, вот это расстояние, оно кардинально меняется от начала точки до конца. То есть, в электричке я сталкиваюсь «Эй ты, почему у тебя такие длинные ногти?» А когда я выхожу на станции метро театральная, то я уже могу более-менее расслабиться и увидеть глазами каких-то своих людей. Елена Костяченко работает в Новая Газета, один из всего лишь новостейских новостей, критикаловый Кремль. Я живу открытым. Я живу открытым. У меня друзья. У меня работа. У меня все время, я ходил на бизнес-трибе и сейчас я в городе России. И люди спросили меня, кто я, кто я, кто я, я говорю, про мою девушку. Вы думаете, это может быть легче для девушек? Да, это легче для девушек, Люди просто не информированы потому что не было много опыта гея и лесбинах в России. И вообще, кто-то в России должен знать один гея и один лесбинах. А то, что, на сегодняшний день один из очень маленьких городов, я думаю, даже в Сибири, он мне что что он меня и меня, и он меня и меня, и он меня и меня, и он меня и меня, если я был в Москве. И он мне видео с Нацией. И мы просто пытались разговаривать, и в два часа он мне сказал, вы понимаете, что на ваших действиях вы можете быть уничтожен? Я сказал, что я знаю, что это возможно, что это может быть разговаривать. И он сказал, что что это не не то, что вы не вы что вы не Он сказал, что вы не хотите меня уйти, поэтому почему вы не любите меня сейчас? И он сказал, что я видела, что вы не любите меня, и я не смогу поговорить с тобой, но люди, которые будут идти на твоих действиях, они не будут. Поэтому я просто хочу быть спокойным. Пожалуйста, расскажите мне, что вы будете уйти. Вы не можете разговаривать с каждой человеком два часа и разговаривать с людьми? Да, больше я могу, и я это делаю. Но это будет легче, чтобы другие геев и лезбия, больше других геев и лезбия будут открыты. Проект называется «Равные». Он рассказывает про то, что ЛГБТ — это точно такие же абсолютно равноправные члены общества, и они совершенно ничем не отличаются от других членов общества. Цель его заключается в том, чтобы рассказать населению, которое еще не определилось в своем отношении к ЛГБТ, рассказать о том, какие существуют люди. Я больше года снимаю этот проект. Вот вы можете, не знаю, пойти в булочную и купить батон хлеба, и вам продаст, скажем, продавщица-лезбиянка, и вы никогда этого не узнаете. Потому что в вашем представлении лесбиянка — это девушка с серьгой в ухе и короткой стрижкой, или гей — это мужик, зализанный манерный в латексе. Это обычное представление в России про представителей ЛГБТ. Им нужно обеспечить равные права. Они должны быть равны. Они не просят никаких экстра-прав. Ничего. Только равные. Равноправие. Больше ничего. Я только что вернулся, я снимал молодого парня в Рязанской области. Он живет в малюсеньком городочке и работает почтальоном. Я снимал реаниматолога, человека, который в реанимации отвечает за вашу жизнь, пока вы лежите на столе в операционной. И, в общем, не важно, где он или нет. Для вас. Для вас важна ваша жизнь. И вы уж точно не будете думать о каких-то гомофобных штучках, когда вам маску поднимут и скажут «Привет, вы живы, все хорошо, операция прошла успешно». Как вы думаете о найти персонажей? Это самая сложная часть проекта, потому что люди совсем не хотят отрываться. Они запуганы. В большинстве городов они молчат. В большинстве городов они сидят, в большинстве городов их нет. В большинстве городов они делают вид, что их нет. В большинстве городов, к сожалению, они не обладают никакими правами и никакого шанса на то, что все будет хорошо в ближайшем будущем у них нет. Ты – мальчик. Почему вы решили говорить о правах хомосексуалах? Вот если бы, скажем, левшей или рыжих начали запрещать в нашей стране, тебе бы не было больно за это, черт побери. Сначала вот тебя запретят, понимаешь? Сначала его запретят, потом его запретят. Ну, как? Следующее «я» – это же очевидно. Когда нарушаются права одной части населения, они нарушаются у всего населения. Я был около 23 лет, когда я вышла к моей маме. Слезы. Реакция была ужасная. Она немного была шокирована сначала. Хотела отвезти меня к психологу. Я был абсолютно шоком. За 15 минут она не могла говорить. И она продолжала говорить, как, как? 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 Она очень долго плакала, говорила, что это нечеловеческий грех. После этого она как будто забыла об этом, и мы с ней об этом не разговариваем. И когда мама проявила недовольство, на этом мы просто разошлись. Просто разошлись как люди. И не виделись практически 10 лет. Родители хотели показать мне психиатру. То есть они пытались положить меня в клинику, и им даже получилось это два раза. Это были одни из страшных моментов в моей жизни. Я бы хотел рассказать сейчас, но я берегу здоровье своей матери. Она приняла меня, и я благодарен ей за это. Это жуткая работа. 16 лет, когда я из Казахстана выехал с родителями в Германию. Рассказал об этом родителям, рассказал об этой всей семье. По-моему, на Рождество, когда собралась... Все родственники собрались где-то на одной квартире. Пришел, встал в дверной проем и сказал три заветных слова. Я гей. И тихонечко сполз, упав в оморок на пол. Проснулся от того, что меня хлопают по щекам родственники. Папа нервно ест валидол. Мама говорит, что все будет хорошо. Праздник не задался. Все ушли домой. Мне было 16 лет. Я занимаюсь в театре уже более 12 лет. Ко мне на спектакль приехал мой бойфренд. Все хорошо, спектакль прошел. Мы пошли с ним ко мне домой попить чаю, посмотреть какие-то фотографии, видео. Я живу дома с мамой и отчимом. И была такая ситуация, что отчим вышел из комнаты и сказал, если вы сейчас отсюда не уйдете, то я вам кишки вспарю и повешу на люстру. Пидорасам в этом доме не место. Схватил нож и, разумеется, стал им размахивать. В конечном итоге, пока парень уходил, мне отчим кинул нож в спину и у меня остался шрам. Мама на это отреагировала очень... На тот возраст для меня очень странно. Она взяла свои вещи и уехала к своей маме, к своим родителям. И то есть проводила там и не общалась ни со мной, ни с отчимом. Не выясняла то отношение. И именно вот этот момент, почему не помогла, не разобралась мама в этой ситуации, для меня был очень болезненный. Вы можете видеть Антон Трозовский здесь проводил российский телевизор. В этом году, он вышел на air, перед всеми, включая его боссы. Это была огромная конкурсия. И одна, что ему его работало. Потому что кто-то должен сделать это. И, знаете, я решила, что это время быть открыты. И это время быть открыты для меня. Значит, мы сейчас говорим о том, что есть вот эта страна под названием Россия, в которой этого никто, на самом деле, никогда не делал. Я был первым такого уровня публичности и известности человеком, который, конечно, это сделал. Борьба — это, прежде всего, всегда амбразура. И никак иначе. И человек, который говорит в какой-то момент, решается на борьбу, он должен понимать, что он ставит себя под удар. И более того, он должен намеренно ставить именно себя под удар, а не кого-то другого под удар. Только это дает ему право на эту борьбу. И я, конечно же, борюсь с этой властью. Я, конечно же, борюсь с тем, что она сейчас делает. Борюсь я без оружия, борюсь я без баррикад, без всяких коллективных выступлений, митингов и так далее. Вот это моя такая борьба. Любые изменения возможны только когда они состоят из целой цепочки вот каких-то таких маленьких поступков. И мне хотелось оказаться частью вот этой цепочки. И я абсолютно убежден, что произойдет момент, когда более молодые и более широко мыслящие и свободно мыслящие люди это сделают. Вот я еще раз говорю, то есть я абсолютно убежден, что я это сделал не напрасно. Каково быть в России геем? Унизительно. Вообще тебе, конечно, жутко унизительно. Тебе страшно перед самим собой, прежде всего. Чего я боюсь? Чего я больше всего боюсь? Я боюсь столкнуться с непониманием, больше всего. Да. Я боюсь, чтобы об этом не узнали в том доме, где я живу. Я боюсь, что мои близкие узнают об этом. Это, наверное, моя большая боя. Мои родители и мои родители будут чувствовать меня. И я думаю, что мою тяжелую бою будет, потому что я здесь испытываю преодолевание, что я должен уйти и вернуться в Ингландию, оставаться моими друзьями. Знаете, люди, которые почти становились как другая семья для меня. Дикость, тупизнь какой-то толпы беспокоит невозможность сделать в России семью. Я гей, и у меня нет никаких прав. Это, конечно, эфирам. Субтитры предоставил. Голубий. Это вытаскивает месседжерное оборудование. Это говорит, что Попаганда, месседжерная опухольная датастрофа – So that phrase, the erroneous impression of social equality, is key. It establishes second-class citizenship. It makes it an offense to claim social equality. If I tell my kids that we're just as good as the neighbor's family, I'm an offender. I've committed an administrative offense. It's a pretty standard Russian law, which is written in such a way that it can be used to harass anybody, any time, for any reason. We understand that the law of the straight propaganda will not be used. That means that the government, who accepts this law, considers gay people of the second kind. They think that to tell people that there are such people to their children because it's a shame, it's a bad thing, and it's a bad thing. Conservative values, it's a new Russian trend, so this law is one of part of this trend. You have to consider that Russia is a country that went from almost a fervent and imposed atheism, where belief in God was not allowed under the Soviet Union, to suddenly the pendulum swings back after the Soviet Union ends, and you have the recrudescence of the Orthodox Church, and it gaining enormous power. This homophobic law is a result of this conservative atmosphere and conservative opinions led by the Russian Orthodox Church and other conservative or nationalistic groups. Would you say Russia is becoming a conservative religious state? Now? Not, I hope not yet. That is, we did a few steps back. We started to develop as a civilized society, and suddenly we jumped back once again. This is one of the traces of other anti-democratic and repressive laws. It affects not only on me. My family will fight directly. I would not feel comfortable working with minors anymore. What's going to be with gay children who go to school? So, it means that they are propaganda. Just being who you are, you're doing something wrong. I am an English teacher. Well, it's nonsense. The propaganda law will drive me out of a job that I love to do. It probably even increases the hate. When people start to talk about these things at a government level, I truly do believe that it doesn't stop. Now we can officially hate them. I think ignorance, intolerance, racism, homophobia in every way is almost like a cancer. So, they decided to use the assumptions to increase their rating. The anti-gay law is not only about the LGBT community. It is directed to strengthen the hatred in the society. Of course, first of all, it means that you cannot kiss your partner on the streets because children can be there. And that's very important because if you love someone, you want to show it. And imagine that you used to live a life where you cannot just show your feelings. I guess the best explanation would be that when you show your feelings in Russia, you feel yourself like a thief. You feel like you're stealing something. What are you doing? не от нормы. Исходя из официальных данных, которые публикованы независимыми СМИ, порядка 85% населения в России поддерживает этот закон. Вообще расскажите, что такое гей-пропаганда? Это значит, что общество не хочет, чтобы на детей потоками выливалась вот эта деградационная грязь в виде рассказов о нетрадиционных семьях, о том, что они должны смириться с возможностью, что у них будут два папы или две мамы. Одно извращение влечет за собой, другое извращение. Если человек болен, духовно болен, конечно, вот этой аномалией, если человека что-то внутри настолько исковеркано, что противоестественное он воспринимает как естественное, если мерзкое, садомское он воспринимает как нормальное, то, соответственно, и дальше он будет воспринимать другие девиации как норму. Среди педофилов процент гомосексуалистов на порядок выше, чем среди обычных людей. Среди педофилов процент гомосексуалистов в России, Сербский институт, tells people, it's organized a whole series of courses for local psychiatrists to help them identify pedophiles. And one of the ways that they're told that they can identify pedophiles is by identifying gays. Because homosexuality and pedophilia go hand in hand. That's what they're taught. So, I think we're much more likely to see, and it's probably happening already, actually, we're much more likely to see a series of people, gay men, who are framed for statutory rape. Я вижу, что сейчас происходит. Я говорю, что сейчас происходит. А, definitely. In the Soviet Union, as in every other country, a number of that people was around 1-2%, not more. I guess that was much less than 1%. But, frankly speaking, now, in many countries where gay propaganda is officially allowed, especially among minors, a number of that people is increasing. This sin is like a disease. You can call cancer to be your friend, you know, but cancer would kill you. And sins, they would kill the society, they would destroy the society. And I really... Homosexuality is a cancer. It's a virus. It's a virus for society. It's a virus for morality. And society, which underlines the necessity to legalize sins, is going down. We should remember the historical experience of very tolerant cities called Sodom and Gomorrah. They were so tolerant that God showed all his tolerance to this very modern at that time and very liberal cities with burning sulfates going from the sky. And now, unfortunately, I'm sorry, but it's proven even by the scientists that these cities were destroyed. But believe faith, country, family, church is our basic values, and it cannot be crushed. Вот, Виталик Милон, он же православный человек, вроде, да? Но при этом в его самосознании же абсолютно отсутствует христианство. То есть вот этот блок Христа в Библии для русского человека, вот этот новый завет, ради которого и существует христианство, из-за которого и существует христианство, и вот это все, вот это всепрощение, вот эта любовь, вот эта вторая щека, вот это все забыто, а есть только око за око, брат за брата, кровь за кровь. То есть вот если бы сейчас Христос вдруг, например, на Красной площади бы забивали, а такое может быть, забивали грешницу, забивали грешницу камнями, и подошел бы к ним Христос и сказал бы вот на этой Красной площади сейчас, кто без греха, бросьте в меня камень, Христос скопытил Свою приблизительно через 30 секунд после этого, потому что каждый бы бросил в него камень. Потому что в России все без греха. Россией сейчас управляют праведники. У них вот это осознание собственной праведности, собственного права на мораль. What is the value of homosexual living together? What is the purpose of this living? I remember my father kissing my mother, which is natural, you know? And I don't want our Russian kid to be raised by two homosexuals kissing each other. But what's worse? Worse? What's worse? Yes, what is worse? To grow in the orphanage or to be adopted by two mothers or two fathers? No, how can you say two mothers? Two women. Let's say two women. Two women living abnormal, sin way of life. He said, the Americans want us to let them take kids out of Russian orphanages and bring them up in perverted families like Masha Gesson's. When that kind of politician mentions you in that way, it's a direct threat. So that was like a red flag. We're going to go after you. So I contacted an adoption lawyer. So I wrote him a letter and asked him whether he thought this was a threat. His response was, the answer to your question is at the airport. Talk to vulva. Tell him not to talk to strangers. If somebody tries to grab him, run. And the most important thing you can tell him is run. And don't open the door to social services or to anybody. So we actually had to have a conversation specifically about that. I feel kind of scary because a lot of Russian people hate gays. They can do something to my family not really good. And the cops and all that stuff, all of them, they hate gays. And, yes. You're worried about this new law. Yeah. Because I live in family with gays. Right. They can do something bad to us. I like living in Russia because that's the place where I live. It's my home. And even there's not a lot of good stuff going on here. But I like it because I live here. And sometimes I get worried for my parents. Because a lot of some people, like, are against my mother. When they started passing laws on adoptions and saying that they're going to pass laws on, I mean, banning same-sex adoption or adoption by same-sex couples and saying that they will pass laws to take children away from same-sex families, it was difficult not to take it personally. I mean, there isn't another out family in Russia. There just isn't. We're it. But in a situation when people are saying that your family is weird, you're kind of thinking about what's happening right now. I never, like, um, never feel like that. Why are they feeling like that? Do these laws, do they worry you? Yeah, I'm kind of scared that something is going to happen, but, um, it's not, like, um, it's not in my mind, like, really bothering me because I don't believe that's real. There is a driving force behind this promotion of homophobia in the Russian Federation. The economic and political situation in Russia is so difficult, thanks to Putin's regime, that people are beaten in principle. The state of the society is very strongly controlled by the power of the people. It's like a zombie. The state is a good to have a enemy. It's a good to have a enemy, and it's a good to have a enemy. To be able to get the enemy out of the more important questions. Russia, in terms of human rights, goes back. Russia, of course, in the 90s, was much more free and more, and more, and more, I remember these years, after the rise of the Berlin Wall, when the Russians loved it. And the Russians loved it. And all that happened, the moment of the stick of the civilization, it was absolutely fantastic. It was a fantastic feeling of this endless, endless love. The problem in Russia is that people should be aware that most people should always fight for the rights of the minority in this sense and, in general, the law of survival of the human being. But I don't understand why the strong people beat the weak people. I don't understand why the strong people beat the weak people. I don't understand why the smart people beat the weak people. And so on. There's a concerted, hate-mongering campaign that's launched by the Kremlin, that's run by the Kremlin. It employs the entire propaganda machine. And this negative opinion is because of the lack of proper information and also because of the very strong propaganda of homophobia, which is now going on through state TV channels. So we can see every week something terrible about LGBTs, something manipulated about how it's going in the West, and some, it creates something like panic. The real name of homosexualists, so you know, our viewers, is not gay, but sodomists. I think that now a warning on our land is now. The first one is the Chelyabinsk meteorite. That's my personal view. What will happen next? I don't know. You know, it's a war rhetoric, and it's this war rhetoric that makes it clear that the enemy is less than human. And the other part of war rhetoric that they have to employ is making sure that the enemy is very scary, so they also have to establish danger. It is very reminiscent of Nazi rhetoric in the 1930s, where they also did this double thing, where Jews were portrayed as being dangerous to the Aryan race, and as being less than human, and undeserving of living in close quarters with Germans. Putin sees his constituency shrinking. He needs to consolidate his base. In order to consolidate his base, he needs to, again, show that there's an enemy. He truly, really believes that protests are inspired from abroad, that it is the other, and nobody represents the other better than gays and lesbians. Most Russians continue to believe, I mean, the absolute vast majority of Russians continue to believe, that they've never met a gay person in their lives. People perceive that the enemy is someone abstract, not as someone that they know. That creates a dangerous situation, because that creates a situation where scapegoating is very, very easy, and hate-mongering is very, very easy. For Putin specifically, the goal is find a population that he can intimidate. It's laughable that Putin cares about children, let alone the education of children. Putin is hell-bent on doing one thing, staying in power. And in order to stay in power, he needs to suffocate civil society, shut down freedom of expression. And in the case of this law, the slow but noticeable slowdown in the economy, and people's upset, he needs to find something to blame. What's he going to focus on? The weakest. Who he sees as the weakest. The ones who are not going to rise up. Gays are a very fresh target. They're like low-hanging fruit, if you will. Are you afraid that homosexuality will again be a criminal punishment, as it was before Yeltsin? No. Homosexualists do not cause any kind of harm, and are, as it seems, the power is, and are not opponents of the power. And they were never there. Every moment that this law, and that homosexism, homophobia, education, children is discussed, is a moment that is not focused on Putin's looting the country, and the abhorrent human rights violations occurring all across Russia, as it descends further and further into a dictatorship. He pretend that Russian demography problems is in gays, not in low level of life, not about that it's impossible to buy your own flat, if you are a young person. I can guess, gays, gays is the reason of all shit. One is to judge people, not just on what they say, but on what they do. And in the case of Putin, every time he says he's going to do something, he usually doesn't do it. If he is to say that the gays are going to be okay, it's simple. Let's actually look at footage. Certain people are going to be second-class citizens. Certain people are not going to be allowed to be who they are or who they choose to be. What you end up with is a circumstance where the other people are going to start beating them up. The amount of private violence that occurs in Russia today against gay youth, you have to be blind not to see it. Sometimes people put out personal ads, no different than personal ads that heterosexual couples meet through. And someone will show up or will meet and suddenly they'll be picked up and kidnapped for four, five, six hours and beaten up and essentially tortured. And the government does nothing about this. Later, just down the road from the parliament, gay rights campaigners were attacked. Only a few days ago, President Putin had called for more tolerance in Russia and less aggression. It's such a vulgar exercise in petty nationalism from a leader who clearly sees himself as lacking some kind of machismo. Especially if you've lived here all your life, it's unusual for you not to have been gay-bashed. Near the center, near the Kremlin, a gay bar, and I got in a taxi. Taxi driver drove me somewhere. When I got out of the car, someone hit me around the back of the head with the baseball bats. They beat me up quite badly and I was in hospital for some time. Его подловили возле подъезда. Там его избили. Видимо, взяли ключи, отвели его к нему домой и там зарезали. Полиция отказала возбуждение уголовного дела. And all they seemed to want to do was get me to sign a few documents saying that I don't want the police to investigate, I want to forget all about this and they wanted me out the door and to go home. На нас, к сожалению, к большому напали прямо в клубе 11 октября, где у нас была замечательная, тихая, семейная, ну, как семейная дружеская, практически вечеринка, посвященная дню камин-аута. Я никогда не думала, что я доживу до этого, увидеть зрелище, которое было похоже на съемки какого-то фильма из фашистских времен, когда посреди общего веселья в клуб тапача-ботинками ворвались там группа достаточно молодых людей в масках, начали крушить все на своем пути, избивать всех, кто им попадался под руки, а так как ну, по случайному встречению обстоятельств в тот момент в клубе большинство составляли девушки, то их это совершенно не останавливало. Вот кто попал под руки, тот и получил кулаком, ботинком. И у нас были люди с разбитыми очками и со стеклами попавшими в глаз. Был мальчик, ударенный доской достаточно сильно. Ну, в общем, пострадавших было сильно пострадавших. Где-то пятеро, пять скорых увозили в разные места. Когда я пытался познакомиться с человеком через сайт, мы решили встретиться, и я пытался быть в том, чтобы быть как публика как можно. Так что, это было в центре в центре и когда я появился, три парня пришли к мне и они спросили меня. Я сказал, «Да». И они начали меня так что, это было как разрушение. Это было как разрушение. когда они учат гейсов, когда они решат гейсов, когда они правят гейсов. И полиция увидела это, и они не делали ничего. Да, я был довольно уничтожен. Это было сложно ходить, это было сложно двигаться. Я пытался покончить самоубийством два раза. Дети, которые живут в маленьких городах, в селах, в каких-нибудь поселках и так далее, они оказываются как раз первыми тех, кто пострадает. Уровень самоубийства среди подростков ЛГБТ порой в несколько раз превышает средний уровень. Вот самый недавний пример – это самоубийство двух девушек в одном из сибирских городов. 14-летняя и, по-моему, чуть постарше, они сбросились с крыши. Причем абсолютно точно было известно, что они были лесбиянками. Мне хотелось убить себя, мне хотелось исчезнуть с этого мира, и возродиться и быть нормальным человеком. Тинэджеры, гей тинэджеры, commit more suicides than anybody, any other, any other groups. And this is happening because they have no hope, they don't know what's happening to them. I know this chewing gum about committing suicide by gay youngsters. But what do you mean propaganda? This is a fact. It's not a fact. The fact is that… That young gay people do not commit suicide. No. Don't call them gay. A young person, a young individual, has an unbalanced psychological state. He is trying to realize himself and he is trying to train even different deviations to find himself. And he feels himself so uncomfortable that he refused from a normal life and he is becoming to be a homosexual. And… But this cannot stop him from moving down. And for us Christians, the answer is absolutely clear. In case a person follows the words of demons, this person goes to the demons. What do you think is the cause of the murder of a gay child? The percent of the murder of a gay child is much higher than the percent of the murder of a young child. How do you think this is possible? Is it possible that the school can influence it? It helps, it helps, it helps? I've never experienced this problem. So, I've never experienced this problem. I've never experienced this problem. I, honestly, absolutely not, I've never experienced this problem. I've never experienced this problem, specifically in our country. Well, in those countries where, so say, relationship to society is quite free. In these countries the percent, the percent that you say, is high? The percent, which you say, is high? Many, 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 many more. Especially in Europe. In Europe it's much less than in America. In America it's more than in America. So in America it's more than in America. So in school it's very, 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 very important. обучение. Обучение чему? Как вести себя с подростками, которым учителя видят, что они не такие, как остальные. У нас нет опыта. Мне бы очень хотелось, чтобы его как-то и не особо было. И что делать несовершеннолетним МГБТ подросткам? Идти с моста бросаться, извините. Это настолько все страшно. Они в полной изоляции. Марина, я знаю, что у вас сын гейерский. И вы очень сильно вовлечены в ЛГБТ-деятельность. Расскажите мне об этом. Я, да, я увлечена очень активизмом. И хочу рассказать о своей деятельности. Начну с того, что сын мой, Рома, признался, сказал о своей гомосексуальности мне, когда ему было 22 года. И в общем-то, довольно такой приличный возраст. Вот. Ну, то, что как бы сначала было для меня болезненно, потом все это перешло действительно в желание помогать другим. Именно в это время у нас создался родительский клуб. То есть приходят ребята, мы садимся, и мамы делятся своими эмоциями, впечатлениями, переживаниями. и на вопросы ребят отвечают и дают какие-то даже, получается, как советы. Связано это с именно принятием родителями своих детей. То есть ребята приходят с такими проблемами. Мы обсуждаем, в общем-то, эти проблемы. Наш клуб родительский как раз очень хотел заниматься информационной работой в школах. Но после принятия закона в Петербурге мы, конечно, передумали. То есть вы можете общаться только с молодыми этими с 18 лет? И вы не можете помочь? То есть если, да, если, допустим, придут подростки, и это станет известно, мы можем навредить организации выхода, в которой мы в комьюнити-центре собираемся. Ну, если говорить о законе, то сначала в Петербурге у нас шла такая война, и, как у нас говорилось в организации, что Милонов сделал такую рекламу гей-движению в России, которую не делал никто. И гей-пропаганде в том числе. Очень сильно активизировалось протестное движение. ЛГБТ-движение в России начинает развиваться, организовывать свои ряды. Об этом стали говорить средства информации. Об этой теме снимаются программы, передачи ведутся ток-шоу. Безусловно, ЛГБТ-движение является сейчас частью протестного, общего протестного движения. Для меня это хороший знак. Мы движемся. Нас видно, нас слышно, мы есть. Сейчас, да, слышнее стали именно голоса ЛГБТ-сообщества. В связи с имеющимися, скажем так, проблемами в согласовании публичных акций, у нас есть несколько тактик действий. Мы устраиваем либо серию одиночных пикетов, которые не требуют согласования по закону, либо же это флешмобы. Флешмобы ежегодно проводятся два. Это первый день молчания. Люди выходят на улицу с заклеенными ртами, раздают листовки, мы молчим, чтобы быть услышанным. И напоминают о преступлениях на почве ненависти, тем самым в листовках, которые происходят в отношении ЛГБТ-сообщества, которые замалчиваются, не расследуются. Второй это 17 мая Айдаху день. То есть в этот день гомосексуальность была исключена из списка заболеваний. И поэтому выходим и запускаем шарики и раздаем листовки, просвещаем граждан о том, что гомосексуальность это нормально и не является патологией. Я считаю, что да, это эффективно, потому что мы это способствуем, мы это делаем не потому, что мы надеемся, что сейчас данный исторический этап власти прислушались к нам, это способствует самим, консолидации самого ЛГБТ-сообщества. Люди становятся сильнее, просвещение общества на первом месте. И я верю в то, что общество скорее признает, что гомосексуальность является нормой жизни, чем это будет со стороны правительства, со стороны государства. Это произойдет быстрее. Чем больше мы сейчас боремся, тем больше завоеваний мы сможем отстоять. Активистом, наверное, с тех пор, когда осознал, что все со мной в порядке, когда влюбился, осознание собственной правоты, осознание того, что ты не только нормальный, но правда на твоей стороне, этой правдой хотелось не только со всеми делиться, но и кричать практически на улице. С друзьями мы создали свою русскоязычную организацию, назвали ее «Квартира». Началось все с того, что мы создали русскоязычную платформу, группу на Берлинском Прайде. И сейчас я ощущаю, что мы стали посредниками между российским ЛГБТ-движением и европейским, скажем так. Мы можем перевести новости, мы можем дать информацию, мы можем свести организации. Ну и в России сейчас такое время, когда ЛГБТ впервые в истории, мне кажется, настолько видимы, как никогда еще, и настолько ввязаны в политику, становятся частью протестного движения, очень видимой частью. На любой акции радужные флаги всегда будут в первой колонне, на любой политической, уличной, протестной акции. И мне кажется, рано или поздно ЛГБТ застрянут еще костью в горле этого режима. ЛГБТ-активистов тоже мало, конечно же, это не их вина, потому что выходить на уличные акции часто небезопасно. Бессеребреники какие-то, все, кого я знаю, такие идеалисты, бесстрашные люди, которые, я думаю, формируют будущее страны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА She's also a gay rights activist who created a protest called Kiss Day. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА I wrote a post in a live journal and say any people who want to go with me, they can. So, even a lonely person, they can hug anybody, I can hug them, too. I just wanted to make some nice and nice form of protest. First time it was like 10 people there, no, 10, 15. And second time it was 25, 30 people and third time it was like 30 people again. What began as public kissing ended in public violence as the protesters came under attack from homophobic Muscovites. And then I wrote in my live journal that okay, my friend has broken bones broken bones and my girlfriend was attacked and she had some brain trauma so I cannot ask you to come with me again but I write but I say that I will be there again near parliament then we're gonna discuss with law so I'll be there and people who are ready to be there be there too. And people came again and it was wonderful because I saw some people some strong young men and women and they just make like a chain and they stand between us and this crazy orthodox people and they didn't let them to beat us I never saw anything like this but police decided to arrest us first and they arrest us very soon and then they put us in police station and there they beat me a little bit I mean policemen because they know I'm like kind of leader of this kissing protest and they want me to stop Are those actions that you go for are they effective? Do they change anything? No Why did you keep going? Because I don't want to sit at home and they change my life Me and my friends we made website loveislegal.ru We just ask people if you want to say something about this law to our deputies in parliament you can send us your photo and your text and we will publish it on this site and then we will print these photos and bring this to parliament and we did it and now it's more than 1,000 photos there And people with open faces tells about the gays and lesbians or the parents of gays and lesbians are very straight but they hate haters I know that it's my country it's actually it's my question so I have to fight I don't have any choice actually Do you think that gays people should leave LGBT people should leave the country? Конечно нет никто не должен покидать страну это эти подонки которые не дают здесь нормально жить населению обычному вот они должны бежать они должны бежать потому что когда наступит момент когда их начнут догонять они уже не смогут далеко убежать потому что не нужно никому уезжать из России это неправильная позиция мы должны бороться здесь сейчас и уезжать это не выход если продолж что такое гнет то скорее всего я буду думать и принимать решение покинуть эту страну лично я хотел бы уехать из России если речь пойдет о жизненной опасности то конечно да я хочу переехать в другую страну конечно я приложу все усилия чтобы уехать мое желание скорее уехать из этой страны чем остаться я бы хотел с большим удовольствием покинуть эту страну и начать новую жизнь забыть то что у меня было в России и если мне выпадет этот шанс я обязательно этим воспользуюсь у сына возникли у Ромы такие мысли может быть уехать жить за границу и часть ребят начинает так иногда говорить вы хотели бы чтобы ваш сын уехал в другую страну вот если честно я не хочу я хочу чтобы в России все наладилось поэтому вот мой активизм имеет политическую окраску если бы ваш сын сказал сегодня что он решил уехать вы бы его поддержали или отговорили нет я бы его не отговорила просто я бы осталась здесь и это была бы разлука потому что я хочу жить в России в России я не смогу ни в какое время не пройдет 40-50 лет я не смогу здесь усыновить или завести себе ребенка которого я очень хочу очень да мне сейчас 19 лет но я уже представляю я уже абсолютно машинально проварил все в голове как я буду идти со своим ребенком за руку как будет идти мой бойфренд рядом с ним как мы будем работать и растить своего ребенка не важно усыновим мы его возьмем из детского дома или от него откажется какая-то там женщина не важно в России этого не смогу сделать придется ехать в другую страну в которой это разрешено такая возможность регулярно есть особенно в науке уехать в какой-то университет работать лекции читать то без проблем мы осознали что это будет эгоистично бросить всех и уехать просто потому что нас не устраивает политический строй и оставить родных людей здесь выживать самими самим это было бы неправильно то без проблем это было бы неправильно это было бы неправильно Продолжение следует... ...the Russian government tells you exactly what it's going to do, and then it goes ahead and does it. And they've told us that they're going to take children away from same-sex families, and they're going to do it. The question before this international campaign is, are they going to do it in a month, two months? Will they wait a year? My daughter was at summer school in the States, so I came to visit her. And we were having dinner, and I said, I think we're going to leave. And she just broke down crying. She said, I don't understand how it can be so dangerous when it doesn't feel dangerous. And I said, oh, well, as a former war reporter, I can explain this to you. This is the weirdest thing about war, is that you, you know, you walk away from the front line, and there are, like, cafes and restaurants, and you have fun, and then you go and look at the shooting, or take part in the shooting again, and that's just how it works, and it's really dangerous. One day, you realize that you have to do something about that, and you're trying to find the ways you can be active, you can try the ways you can do something about it, not only for yourself, but for the others as well. I was looking for the way to participate to any pride activities. So I just showed up at the place, and police came. It was more police than activists, and some of them were arrested, some of them were beaten up. I was among them. Next question. Next question. They grabbed a few people, and I guess those who were more active. And others, they just left laying on the ground after they used teasers and sticks. I guess the right word is buttons. I was bleeding. I was dirty, so yeah, I took some time to get rid of the blood and to get clean again, so it was pretty bad. I decided to leave Russia when I was 25, and by that time I won a scholarship at New York Film Academy. That was my ticket. And when I came here in July 2010, I immediately applied for asylum. A significant number of males and females that I've met in the United States have come as asylum seekers due to discrimination against gays and lesbians. Now this has been going on for decades. This is not something new. So should they get asylum? I don't see why not. I saw movies about, like, gay life in New York. I just didn't have money to go. I saved it. And one day I was beat up. It was, like, in smoke. I, like, I thought this is the moment, like, they killed me. I decided to leave. I just, I bought tickets and left. So basically in August I was already at Immigration Equality door knocking and telling them my story. So they took me, they found me, the lawyers. I got my lawyers from Immigration Equality. They gave me lawyers for free. And, um, now I'm waiting just for interview. They just go through your story and they ask you, uh, the questions about your story so they can see, they can feel that you are telling the truth. And the case consisted of the incidents what happened to me because I was gay. Going through that case was going through, through my life, which I never did before. And I don't think I'm gonna do again, ever. If I don't get it, I don't know what I will do. I got the asylum right on the interview, I mean, after the interview. You're waiting now for asylum, right? Yes, I'm waiting for asylum. I was just trying to get an asylum in the country which is as far from Russia as possible. I miss my mom. And my grandmother. Because my grandmother, now she is sick. And, um, I, I really miss her. And I hope my mom will come and visit me when I get asylum. You think you will see your grandmother? I believe. When I came to New York, uh, I was very surprised by people holding their hands. I mean, two men by gays holding hands on the streets. Did you hold hands in school, I don't know, when, when you first fell in love? I was just, can you imagine the life living without holding someone? Sorry. I feel here for 100%. Like, this is, this is me. I'm here, like, I waited for this moment to be happy, to be who, who I am all my life. I'm sure I became a better person. I became more empathetic. Because when you are totally open, when you have nothing to hide, when you have nothing to lie about, uh, it's, it's much easier to live, it's much easier to exist. Three years in New York were the happiest in my life. It all relates to being gay. As a gay, I am much more happier than ever, than I could ever imagine. the truth of the court is not being gay. But I will be afraid of the people who are going to be gay, or if we are not going to be gay, and that's what they are doing. If we are going to be gay, the people who are going to be gay, then we will be gay. I will be gay, and that's what I am going to be gay. Европейского суда и отстаивая свои права. То есть если мы добровольно не поднимем лапы кверху, то это выстоит даже при этих условиях. Я думаю, что мы будем иметь эту анти-дискриминационную правду для ЛГБТ, и мы будем социальными группами. Я надеюсь на цивильную социальность, что мы достаточно сильны, и мы будем делать это. Через 10 лет у нас в России могут быть однополые браки, мы этого добьемся. Отношение к гомосексуализму в России меняется. Люди становятся более продвинутыми, более лояльными по отношениям к геям. На данный промежуток времени меняется в худшую сторону. Общий климат, человеческий климат в отношении геев и лесбиянок в России потеплеет. Я думаю, что все в ближайшем будущем будет совершенно очень плохо. Прятаться, но мы тоже устали прятаться. Если вы спросили европейцы, что 45-50 лет назад, если они думали, что гея женская семья будет возможность в Европе, я думаю, что они бы взялся на вас и сказали, что конечно же нет. До Голландии нам еще жить и жить. Лет через 100 лет, наверное. Я не думаю, что это будет происходить в России в моей жизни. Но я думаю и надеюсь, что это будет реальность. Я думаю, что гея женская семья никогда не будет разрешена в России, в least для моей генерации. Ну и значит не при моей жизни. Это не вопрос о республике ЛГБТ-режима. Это вопрос о Путинском режиме. Не получится решить проблему ЛГБТ без решения проблем политических в стране. То есть нельзя разрешить гей-марридж одновременно с тем, чтобы были политические заключенные. Это просто невозможно. Так не будет, не бывает. Это все должно сложиться в единую картину. Россия подошла, подошла к порогу борьбы. Люди должны бороться за свои права. Права просто так никто не подарит. Ни одна власть на земле права не дарится. И я очень надеюсь, что все вот эти законы, в том числе и антигейский закон, они подтолкнут людей к осознанию важности своих собственных прав. Мы можем изменять людей's minds, но если мы... если мы имеем право, чтобы говорить. Но сейчас мы хотим закрыть этот право для нас. Это все, кто верит в human dignity. Потому что, в конце концов, это не правда. И мы должны все стоять за это. Если смерть этого региона выйдет довольно скоро, то я думаю, что этот ужасный период, который мы живем прямо сейчас, это действительно помогает уничтожить и мобилизе, и уничтожить, и уничтожить, и уничтожить движение. Но если это продолжается продолжать время, более чем несколько лет, то я думаю, что это будет сверху. Многие люди думают, что они должны быть большим. Нет, думают маленькие. Некоторые люди просто пишут маленькие карты, и пишут на фейсбук, иergут их в юности от п context, что такое вы оцените, что 40-летнюю ту PH... что19歲 или мировое дело войтолёле, которая боится о связи с пойдем. Или через чему Jenина находитсяку, которая искります, и смотрит ей заaryм. П realize этому местам02. П Протест outside the Russian embassy, even if it's only for a day. Write a letter to your congressman. Talk about this at your school. Show this documentary to other people. Have them wake up and participate and get involved. Ideas have consequences. And when you don't put good ideas to work, and you don't start spreading good ideas, then bad ideas take hold in that vacuum that's created. You're absolutely wrong if your view is that, well, 86% of Russians are against gay rights or rather in favor of this law, so we should just give up. What happens if 90% of Russians believe that Jews should be executed or that Muslims should be executed? Does that mean we should execute Muslims? No. The state exists to safeguard the rights of minorities. And that includes gay minorities. That includes sexual minorities. You know, that includes women who decide to live with women and have children. They should have equal protection under law. And until they have that, Russia will not be a free country for everyone. But as soon as this government, this regime, will come, as soon as they will work in this country and will be respected and will be respected not only the laws, but also the rights of the people, then there is a chance for the LGBT people. And there is no chance for this. And what would be your advice for Russian, for Russian heterosexuals? Let new issues go into your mind and don't, don't have fears. When you accept homosexuals, you accept more freedom for yourself. It enriches you. Thank you. Thank you. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok